Все, вопросы какие? Вы мне махнете рукой тогда? Давай, махнул. Рад приветствовать вас еще раз. И Володю тоже. Слава Христу! Борода растет, все нормально. Она законная, неворованная. Все нормально, все хорошо. Но просто такие моменты стали происходить, как я в ваших роликах уже, Игнатий Тихонович, тоже и слышал в беседах. Восстание на бороду мою называется. И первые начали восставать девушки, женщины и женский пол. А я тебе говорил, это блудодейная ересь, и женщина на этом задействована. Это все понятно. Им какое дело-то? Да, и ближние еще, близкие мои, то есть мама, сестра. Родные, родственники. Родные, говорит Каша, враги домашние, говорит вам. Их это разве касается? Вообще не касается нисколько. Они штриженные, живот, красятся проще, все только для совращения. И Господь назвал мир прелюбодейный и грешный. Мир это огромное блудилище. И продобрить это один из моментов. Да, теперь это все воочию понятно мне становится. Ясно. Дай Бог терпения, конечно, на этом поприще. Но сворачивать я не хочу. Да сохрани Бог. Я в этом, на форум зайдете, и первая строка на первой странице, бронобритие. В Канаде пошла мода на бороду, а бороды нет. Так пересаживает 2000 операций маленьких. Волосы и сюда. Пересаживает в затылке. Это вообще новое. Раньше, говорит, один-два человека за год обратятся. А сегодня, говорит, навалом идет. Без бороды он ни мужчина никакой. С ним даже разговаривать не о чем. Действительно интересно. Ну так, ладно, Христос был с бородой, все соглашаются. Без бородом даже баптисты не рисуют. Апостолы, все с бородами. Пророки, а тебе больше еще. Вся Библия на бороде. Да, это все понятно. И вот такой вопрос. Первый вопрос такой. Это Матфея, глава 18, стих 3. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Ну то есть как дети, понятно. Многие обращают на эти слова внимание и много растолковано, и говорило это все. А вот именно первые строки истинно говорю вам, если не обратитесь, вот, если не обратитесь, вопрос такой, к чему обратитесь, от чего обратитесь, или, ну, как-то пояснить вот это вот. Потому что это как-то уходит из толкования. Обратитесь, поясняю. Поясняю. Поворот сделать, обратитесь. Ты шел туда, пошел туда. Вот это смысл метанои, это покаяние, в этом и заключается. Покаяться означает обратиться. Шел туда, повернул сюда. Что было налево, стало направо. И наоборот. Стоит говорит, с ног поставить на голову. Эти люди, это обратное направление совсем. Но не надо забывать следующее. Господь говорит, истинно говорю вам, таковых и Сарствие Божие. Это были не дети Пилата, не дети Ирода, а иудейские дети, обрезаны на восьмой день. По сегодняшнему сказать, речь шла о детях, которая крещеная. Тут надо понимать, где была обстановка. Кто сказал, когда сказал, кому сказал, с какой целью. Четыре вопроса. И они тогда высвечивают. Иначе дети ваши были бы, говорит, нечисты, а теперь святы. За этим многое кроется. Что у детей? Не злобилось. А сегодня самое злобное, как хорьки, это дети. Если в классе появляется ребенок с каким-то физическим недостатком, ему жития никакого не будет. Они будут к ним кривляться, его дрожить, учительница, если прихрамывают, они сзади будут идти и ковылять. Дети страшно злобно. Жены их злы, дети бессмысленны. Так написано в третьей книге Ездоры. И рождаются, говорят, они на проклятие. Лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. А сегодня они такие. Уже в восьмом классе трудно найти, чтобы она была нормальная. Вот это не мусульманская стратегия. Вера христианская направлена на то, чтобы от юности сохранить неповрежденным. Будьте как дети. Вот спрашивают, а зачем обрезание? А почему именно обрезание? Почему? Вот овечек, когда пятнают, ухо надрезают прямо, это порено. Если на бок сделано, там вырезана эта заслонка, дырка, я овечек пас. У меня в книге, во втором томе там все написано. А тут резать что? Кожество детородного члена. Почему? Отсюда продолжение рода. Какого? Грешного. Иногда цитируют слова Тертулиана. Иногда их приписывают Боженому Августину, тут путают. Душа у человека по природе христианка. А они не объясняют, когда в раю. Сегодня она по природе язычница. Душа. Потому что все язычническое к человеку прилипает буквально с пеленок. И он капризничает, и ведет себя ненормально, и есть не хочет, и родителей, и бьет маленько, уже радошкой хлопает. И теперь вырастает, ходит в школу, и продолжает от всех отмакиваться. Вот и на меня Сергей выходит. Ладно, еще сейчас поговорим потом. Вот так. Ясно. Значит, обратиться, допустим, если какие-то привычки там были, и когда ты уверовал в Иисуса Христа, и принял его, то, значит, уже поворачиваешься к нему, и идешь этим путем, избавляясь от того. Правильно я понимаю? Да. Так, а теперь попробуй сейчас Сергея принять, и его... Так. Сергей. Вот, слава богу. Да, слава богу, я разговариваю в это время с Давыдкиным, подсоедини его. Я прервал с ним. А что же вы не берете-то меня? Как говорит? Он говорит, чего вы меня не берете? Да я как раз и беру, не знаю, как присоединить-то. Он только сейчас начал говорить. Да, Игнатихич, у меня тут уже очередь выстроилась. Я и Александр, в общем, уже ждет, сидит. И с этой договорились с Еленой. Вы сказали, что неизвестно где-то, и они... Ну, вышел, сейчас будет задавать вопрос, он задает по писанию. Ну, сейчас я его за это... Я вам сейчас перезвоню и присоединю его. Сейчас, одну секундочку, я настрою. А как же мне-то теперь его... Подожди, мне надо взять его сначала. Не, не берите, я вам сейчас я сам все сделаю. Чтобы здесь-то не прервалось. Он сам все сделает. А ты так и включай. Давай. Как, чтобы не было разрыва в этом? Нет, разрыва не будет. Я его сейчас закину сюда, я только найду его. Ну, давай. Так, сейчас секунду. У него хороший вопрос, он бороду начал отпускать. Напали женщины и девушки, я ему говорил. Это блудодельные ереси. Мать, сестра, все, а им какое дело? Это вообще никакого... это поле не в огороде, зарастает лицо, не огурцы, а зарастают помидоры. Прямо вообще необъяснимо. А объяснение-то есть. Иисус назвал этот мир прелюбодейный и грешный. Два названия. Этот мир, это огромное блудилище. Сейчас перебиваю. А у него имя написано на английском или... Посмотри, Володь. Да, в английском. Сейчас я наберу его в поиске, а то... Да, Евгений английский, да. Евгений Давыдкин. А то по-английски у него. Давайте. А то у меня же народу в скайпе много очень, я найти меня непросто. Только одного бери. Два уже мы запутаемся, и там не видать половина. Не тянет. Не, не, мы сейчас с Александром потом будем разговаривать. А отдельно с Александром к нему тогда отдельно подсоединяться. Кто там женщина была? Давай. Давыдкин, тебе трудно его найти, наверное. Все, я нашел, я поживаю. Ты не слышишь? Женя? Нет, он еще не вызвал его. А, не вывел? Да. О, вид у него. Я вызываю. Вот он, наверное, сейчас возьмет тромб. Сейчас. Ты смотри, как подсоединился-то. Евгений Давыдкин. Сейчас, может быть, потянет. 2, 2, 3, 4, 5. Женя, ты слышишь нас? Да, сейчас слышу. Ну, слава Богу, это Сергей Козлов. Он сумел сделать, подсоединить. Давай дальше вопросы. Поним. Приветствую, Сергей. Здравствуй, Дурак. Так, говори, следующий вопрос. Мир дома твоему. Так, Женя, мы разобрали этот вопрос. Да, да. И вот, дальше вот, кстати, я начал читать книги, вот, Новый Завет. Я ее просто в обложку обернул, чтобы пальцами не марать. Да, хорошо. Красивая такая. Ага. И вот, здесь вот, это вот первый том, Новый Завет, с толкованием блаженного Феофилакса. Вот. И здесь вот на 11 странице, третий абзац, написано вот, сейчас я прочиту эти слова. Ага. Ибо из царей он первый, а, это сына Аврамова. Все правильно, да. Вот. Ибо из царей он первый благоугодил Богу, и первый из них получил обетование, что от всего семени восстанет Христос. Почему все и называли Христа сыном Давидовым? Давид носил к себе и образ Христа, ибо, как сей воцарился на место отверженного из возненавиденного Богом Саула. Так и Христос пришел от Отца во плоти и воцарился над нами. Когда Адам потерял царство и данную ему власть над всеми, над всем живущим на земле и над демонами. Вот это вот последнее слово, когда Адам потерял власть над живущими на земле и над демонами. Но над живущими на земле это понятно. Это более-менее понятно. А вот неужели он и над демонами власть имел? Вот вопрос. Конечно. Адам в раю. Конечно. Он имел власть ему сказать, пошел, проклятый, я тебя слушать не буду. Я только отошел, а ты уже на бабе пашешь. Полина бы по башке его полысает, и он бы в Мазолее скрылся. А вот рот-то разделило, слушало Ева-то и пошло. Они имели власть над ними. И он никакой власти не имел. И Господь сказал, будет поражать тебя в голову. Поражать. И поэтому послание к римлянам, 16 глава, 20 стих, апостол Павел говорит, и сокрушит сатану под ноги вашу вскоре. Сокрушит. Вот это как раз есть. Я даю власть вам наступать на змей, на скорпионов, то есть на дьявольскую силу. Не эти змеи, не гюрзы, не кобры. Вот теперь эта власть сдается. И почему эта власть подтверждается в главной молитве «Избави нас от лукавого». Почему считается тысячелетнее царство на Голгофе началось. Это к евреям 2 глава, 14 стих. Как дети, то есть мы, дети Адама, причастны плоти и крови, то и он, Иисус, воспринял он и о Девы Марии, дабы смертью своею лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Вот оно, где это исполнилось. Возврат. Теперь мы имеем а Адам потерял и власти не было над дьяволом. А сегодня Давыд, ну даже против женщины, положил ее завет, говорит, не смотреть на девицу и Давыд пал через это. А в Новом Завете ты посмотри, какие Варвара великомущеница, Екатерина, как они этого дьявола или Феврония, Фекла первомущеница, как они его попирали. Дал власть. Господь говорит, дал власть вам. Она была утеряна и теперь возвратилась. Но вы сказали, что касается над сынами Адама, над людьми, это тут понятно. Вот тут-то как раз и непонятно. Где она возвратилась у нас в власть? Вот теперь мы скажем в слове его. Вот когда мы беседуем, проповедуешь, слово пало на благодатную почву, ты это принял и сатана отступает с крыжища зубами. Дал власть. А теперь, когда собирается вместе, а сатана клюет, это зазомбировал, это такой человек, заколдовали его, что угодно будут говорить, попал там под влиянием, мы расстанемся с вами сегодня. Но это ничего уже не изменит. Почему? Евангелие входит в ваше сердце. Евангелие. Евангелие это означает Христос. И когда говорится, Христос говорит, приблизило царство небесное, покайтесь, то царством небесным называется Иисус Христос. Он царь царей и в нем все царство. Оно приблизилось со шествием его на землю. И вот здесь он возвращает с принятием Христа мы получаем власть над демонами. Он ничего не может сатана сделать. Вчера вот я выставил ролик, посмотри его, там один из Чили. Чили, это там, где Пиночет был. Он написал, тут я бы мог к вам послать 21 страница брошюрки. Он где-то попадал, большую на него покушение было, он лежит, обмирал, потом ожил, у него такие переживания тоже были-то. И он вот теперь на этом деле пошел, что вот евреи виноваты, там побеждают. Я говорю, нас никто не побеждает, мы сами себя побеждаем, никто нас не истребляет. Вот сейчас говорят, вот такие плакаты везде, убрать, ну там какая-то нехорошая реклама. А меня это не касается, почему? А я и не вижу. Да вот когда покупать, в какое время вино, далеко нет от учебного заведения, меня не касается, я в рот не беру. Чем мир страдает, для меня это абсолютно отсутствует. И все, а перестройка развратила людей. Почему нас никого не развратило? Почему баптисток не развратило? Она имеет значение только там, где нет Христа. А где Христос, вот, конечно, не так, как сейчас на Украине там президентом Турчанинова избрали пресс-фитера сектантов. Но ясное дело, что он не понесет туда православную веру. Это сектантский пастор. А то они им там оранжевую эту революцию пристроили. Их на Майдан возили автобусами этих сектантов. Ну, они бутылки сжигательной смеси там не бросали. Вот вам ответ. Ясно, все ясно. Спасибо. Слава Христу. А тут ролик я видел, да, да. Да, видели, как он? Я его специально не перебивал, послушать до конца хотел. И сказал, больше не звонить по таким вопросам. Меня это не касается. Уйдет Путин, будет Путин. Меня это не касается. Вас тоже, они вроде бы, он меня хвалит, и одновременно они тоже вас вроде завербовали где-то меня. Невозможно завербовать. Я со Христом. Я спрашиваю иногда такие знаменитые люди, которых вербовали. Там, отец Дмитрий Дудко, ну, Александр Мене, вот, отец Глеб Якунин предлагали половину срока сбавить, сказать только, как доклад Фурова попал к нему из СК КПСС. Мне никогда не предлагали этого. Они на меня смотрели как на абсолютного, на абсолютного фанатика экстремиста. Даже в мыслях не было. И им дают клички. Я сделал запрос КГБ местное и говорю, я у вас в разработке был несколько раз, какая была кличка и остальные данные. Мне пришла на бумаге с печатью за подписью начальника, там, подполковник или полковник. Ответ пришел. Вы шли под своей фамилией, сведения, добытые путем вот этой разыцной работы КГБ, поступили в суд, а то, что не было востребовано, были уничтожены. Я думаю, еще бы они копили. Но для себя, думаю, напрасно. Если они кого-то разрабатывали, у них всегда это досье будет целое, на всякий случай. Но они еще ко мне не имеют. Я их поздравляю с праздником, с Рождеством, с Пасхой. Весказ. Никого никогда не винить. Это самая конструктивная программа. И самое негативное, не нужно, отрицательное, это когда кого-то мы виним. Вот началась перепалка. А ты мне жену дал, то есть Бог виноват. Я не просил, а ты мне ее дал, подсунул меня, а теперь спрашиваешь. А я при чем змея? Ты Бог сам запустил, а он соблазнил. А змея Бог не допрашивает, он уже все видел, знает. Ему допроса никакого нету. Не надо обвинять. Да, я сам женился, сам. Сам эту обузу надел на себя. Я должен довести до райской обители. Все. Да, понятно. Закройте вот это. А ролик я всегда смотрю, как только приходят, я сразу просматриваю. Так это значит, кто-то и был обмирал, который, да, я все ролик Нет, это другой. Это другой. Это другой какой-то, другой. Он написал, в писанном виде, 21 страница, маленькая брошюрка, там я посчитал, меня совершенно это не интересует. Меня интересует, воскресли ты духовно, написано, встань спящий, воскресни из мертвых и осветить тебя Христос. Воскресни из мертвых. Когда блудный сын вернулся, отец говорит, сын мой был мертвый и ожил. Вот это оживление, воскресение имеет значение. А это никакого. Если я умею мертвых воскрешать, а не верю в Писание, я погибну, Златоуст говорит. Но если я верю Писанию, Библию, а не воскрешаю никого, я спасусь. Написано, говорит, когда сказали, пусть лазер пойдет, у меня пять братьев, а Господь говорит, если кто из мертвых воскрес, не поверят. У них есть Моисея и пророки. То есть это намного важнее иметь Библию, чем слушать тех, кто воскресал. И даже бы мы знали их лично, у меня никакой пользы нет и ему нет. Бог дает за труды, а тут моего труда никакого не было, он меня умертвил, воскресил. Ясно. И вот, драли, такой вопрос еще. Понятие Пилат, когда вот омывал руки, умывая руки, вот этот жест многие тоже пишут о нем, трактуют разное. Омывение рук, это что означало? А фактически то, что и есть. У евреев такое было, для чего он разодрал одежду на себе, то есть такой гнев, что разодрал, вот матросы бывали, разодирал грудь, и вот стреляю в грудь, не могу. Это все идет из дальней стороны. И омывение рук, он показал, он умыл руки, это принято и обычное было. Он умыл руки и показал. Вот католики входят в храм, руки обмакивают. У евреев там медное море было. Это признак чистоты, я в этом не виновен. Я в его крови не виновен. Руки мои чистые от крови. Но не удастся так перед Богом на суде Божьем. Никак. Женщина говорит, я чистая. Чистая? Припомни хорошенько. Избави меня от кровей Божьего, Божьего спасения моего. Вот так. Мужья, которые позволяют женщинам делать аборты, они точно даже кровавые. Вот и данное. Омовение ног апостола ученикам Иисуса Христос омыл ноги. Что этим показало или хотел сказать? Он показал то, что... Смирение или служение? Служение. Самый последний раб, а рабы тоже имели градуян, градуянный такой, выше-ниже. Один за имением смотрел, другой за чашами, за скотиной. Из самого низкого положения раб обязан был встречать гостей, склоняться и умывать ноги. И Господь говорит, я это показал вам, я служить пришел вам. И вы умываете ноги друг другу. Это буквально бывает так. Буквально. Я вот поехал, а меня племянник завлек. Он зайди там что-то посмотри. Я зашел, он меня мигом на стул посадил, а у него же тазик. Он тазик подсунул, давай мне ноги обмывать. Вы на благовестие едете, я как с вами. Ко мне приехал человек очень-очень большой, выше президента. Это человек, приговоренный к расстрелу, на слово Божие. Устинова Александр Иванович. Его потом заменили на 25-5,3. Получается 33 года. А Сталин-то, говорит, скопытился через 2 года, 4 месяца. Его освободили. Это начальник радиостанции Рокоссовского. Всю войну прошел на фронте, потом уверовал. И вот он ко мне приехал, и я решил ему умыть ноги, как странник, ни под каким видом. Он настолько уважительно относился, но только тогда согласился, когда я согласился, что он мне тоже ноги умоет. Это буквально. Это знак любви. Но это очень редко приходится делать. Мы ходим, ноги чистые, в сапогах. Они ходили, это деревянные сандалии, считая, что пыль все у нас садилась. И поэтому ноги нужно было умывать. Ты, говорит, мне ноги не умыл, а она слезами омывает, Господь, говорит. Ты целования мне не дал, говорит, а она целует ноги мои. Он, видишь как, волосами отирает. Это был знак, что он выполнил самую грязную работу и дал нам пример. Понятно. И вот дальше читал примерные вопросы к оглашенным. У вас вот, которые крещение кто собирается принять? Да. И там вот такой вопрос был. Слово «прелесть» убрать из употребления, как бы, в беседах, в общениях. А вот каким словом можно его подобным заменить? Каким словом вместо него, как бы, пользоваться? Обольщение. Не обольщайся. Обольщение. Это и есть лесть. Просто обольщение. Обольщение. То есть он меня обольстил, пообещал жениться, а на самом деле бросил, обольстил. А, говорит, она прелестной красоты. Пушкин пишет об этом. Тут надо понимать, что это многозначимое слово-то. Но когда церковники употребляют, и те, которые с попами близко, знают прелесть, что бы не было. Я сейчас вот говорю батюшке, батюшка, ты вот мне проповедуешь, как ты на суд Божий предстанешь? Сколько людей погибло из-за того, что ты ничего не говоришь. Приходят и уходят, только свечки ставят. Вы в прелесть пали. Да батюшку разве можно? Вроде помазаннику Божию кризму-то ставить нельзя. Вот такое дело. Прелесть – это человек чем-то обольстился и подпал под это обольщение дьявола. Обольщение дьявола. Обольщение дьявольска. Да. Вот, вот. Ну а эти все словом, как в пропелом? Ты с Лапкиным общаешься, ты попал под прелесть. Ты, Лапкин, тебя пристил, и ты с ним общаешься. Лапкинская такая прелесть. Они что, ему в укор говорят, что ты под Лапкиным под прелестью находишься. Так, давайте по порядку. Вот пока он... Женя, подожди. Я Сергею скажу. Прелесть. Назовите, с какого момента и в чем. Конкретно, под бумагу. Только все во свете Библии смотреть. И когда начинаешь так говорить, уже со второго, третьего наводящего вопроса, человек явно видит, что он обольщен дьяволом. Он. А обвиняет другого. Это такое есть удостоевствие. Если хочешь сильнее укорить кого-то, упрекай его собственными грехами. Собственными. Тот-то, кого ты упрекаешь, он знает, так ты что, ты же такой и есть. А тебе больно. Ну, попал. Скажи, что я стал больше спать? Лучше есть стал? Или стал о себе думать, что я спасенный? И все, уже никогда не могу совратиться. В чем конкретно обольщение? Покажите. Они не покажут. А слово прелесть? Ничего нету. С апрела и все. Они не могут показать. А когда обольщение, они должны показать время, срок, причину, действие. А этого ничего показать не могут. Это подмена слов. Вот как каноническая территория, окормлять – это вонючие, тленные, злые слова, обманчивые. Никакого окормления нет. Есть причастие святых христовых тайн. Нет, ну вот по поводу окормления, кстати, в словаре Ожегова там описывается, что это слово используется и церковью. То есть это отдельная выноска, отдельное, что и церковное слово обозначение. Словарь Ожегова говорит «окормить» означает «перекормить», «отравить». Другого значения нет. И они действительно отравляют. Но есть и память, что это церковное слово. А везде. Батюшка окормляет воинскую часть. То есть батюшка окормляет там лагерь. Окормляет. Это даже ни в одном словаре нет такого значения, чтобы церковники, но они взяли не случайно. Потому что они недостойно прищищают и поэтому они их отравляют. Недостойно прищищаясь – это достоин смерти. Дальше. А вот еще такой вопрос. Десять талантов серебра или... Я вот в одной книге читал. Там он двух верблюдов взял с собой, чтобы забрать эти десять талантов серебра. Вот вы же тоже много книг прочитали. И что это? Действительно очень много серебра, десять талантов. Я вам в ответ задам вопрос. Скажите, вот вам задает вопрос человек, который говорит, я пишу вот сейчас вашу биографию, и хочу спросить, а сколько стоил хлеб, килограмм хлеба? Рублей. Ну вспомните, какая-то булка была, это кирпич, 16 копеек. А сегодня? И в слово рубль, то у нас рубль-то меняется как? За перестройку-то мы все миллионерами побывали, а потом в тысячу раз уменьшили. И поэтому у таланта серебра и у таланта золота это разный вес. Кроме того, есть мера отеческая, вот как фунт, фунт стерлингов. Это австралийский фунт стерлингов, английский, там еще где-то новозеландский, разные такие. Это разные единицы. В одном месте означало 26,4 килограмма, а по греческой, и то потом в новой вариации, уже перед Христом где-то, 44 килограмма, ну 26,44-то. И было, говорит, в короне у царя, который захватил Давид, весу в один талант. Что у него, 44 килограмма на голове было? Да шею сломать можем. Ну, полсентера. Ну, 26. Что оно в то время означало, никто не знает. Единица эта менялась. Вот я спрошу, вы слышали такую единицу? Единицу ярд. Ярд. А что он означает? Это означает, с приходом в классе монарха, ярд меняется. От кончика носа, давайте на этой руке, большого пальца. Сколько это дует? Вот он большой, допустим, два метра император-то, английский-то. Какой ярд? А другой маленький коротышка, метр шестьдесят, от кончика носа, когда прямо смотрит, и рука в сторону. Но это надо придумать. Или миля. 1862 метра, морская миля. А простая миля, 1600. Ну почему? Но одна миля сейчас, это означает узлы. Столько узлов корабль делает, это столько милей, то есть умножится 1862. Поэтому в этих единицах ответа точного нету. Можем говорить от и до, приблизительно. А что пошел и взял верблюдок, это понятно. Ясно. Потому что корм с тобой везли, и надо было сохранить. И это не означает, что только золото он нагрузился. Там, конечно, можно было увезти на тележке домой одному, если один талант. Да. Да, пожалуйста. Ясно. Вот. И еще вот. Это, конечно, не экономическая вроде бы книга. Тавита, да. Не экономическая. И там такие слова. Плата наемника, который будет работать у тебя, да не переночует у тебя, а отдавай ее тот час. И тебе воздастся, если будешь служить Богу. То есть вот плата наемника, почему он ему говорит, сразу отдавай? А закон, второзаконие. Это второзаконие. Второзаконие. Это в Библии написано, в канонических книгах. Не канонические, не надо даже тут смотреть, что они отвращают от чего-то. Они именно утверждают. Это действительно так. Иногда так. Брали в залог одежду. Одежду с него сняли. Но к вечеру ее отдай. Ему спать будет. Одежда. Он, оказывается, в одежде спал человек. Иначе ему спать плохо. Иногда в залог брали, что не может заплатить. Он брал верхний круг. Круг. Жорного. Это вообще... Ну, это вообще там центр может быть больше было. А почему? А иначе он не может себе кашу приготовить. Чтоб ты был милостивый. Это все описано в Библии. И поэтому это считалось позором, если в этот день ты не рассчитался. У нас как? Получка аванс. А по-еврейски каждый день. Я вот в Америке был, слышал, как каждый день платят. Каждый день. Те, которые нанимают. Он так и договаривается. А что на завтра он на ней придет, может быть. Но он договаривается. Вот при мне было. За каждый час я плащу... Это в наше время, да? В наше время. Я в 92-м году был. Вот. Плащу вам по 5 долларов. Но если будете хорошо работать, заплащу по 7. Он на немал, там, грузить товары, продукты на Россию. И они здорово работали, там, эти щека нас называют, эти мексиканцы, бразильские. И он в конце каждому решил дать еще по 7 дал и дал ему по мешку рису. А один взял рис, ну, мешки там, килограмм 25-30. А другой подержал и говорит, а куда я с ним? Живо в общежитии. Бросил мешок и все. То есть очень честные люди. Это так должно быть. Чтобы блата не ночевала у тебя. Я спрашиваю. Сергей хочет спросить. Давай. А вот, Игнат Ильич, по поводу неканонических писаний, а как вы вообще относитесь к апокрифам? А у апокрифов у нас и нет ни одного. Неканонические книги, это не апокрифы. Апокрифы, это Евангелие от Иуды, Евангелие от Василиска. Нет, не важно, вот, Илья, когда зашел разговор о неканонических вообще, я вот об апокрифах, стоит людям вообще читать апокрифы? Нет, конечно. Их златоуст называют бредни пьяных старух. Там в одном месте есть такое, описывается, сейчас я не могу сказать, то ли Евангелие от Фомы, кажется, наверняка почти от него. Иисус, когда был еще ребенком, с Иудой дружили вместе и делали игрушки. Но у Иисуса игрушки получались из длины красивее. И Иуда злился и ногами топтал. А Иисус, чтобы сохранить их, он их подбрасывал, они летели и садились сверху окна там, кверху. А Иуда уже достать не мог. И Иоанн Ратауз говорит, как он мог совершать, когда написано в Кане совершил первое чудо. В Кане. Вот это слово, что в Кане положил начало чудесам, как раз и опровергает вторая глава Евангелия Теана. Она опровергает все остальные басни. И так в каждом месте. Я касался этих Евангелий, ну, немножко, чуть-чуть и не стал даже считать. Зачем мозги забивать? Церковь Христова, Вселенская, к которой мы православно имеем счастье, преднадлежать, а не определили. Профессор Марсенковский говорит так. Было около 20 Евангелий. Евангелия от евреев, Василиска, там Иуда. Вот их положили все на престол в храме, запечатали, пищать, замок, и помолились. Утром пришли, четыре Евангелия лежат, а остальные валяются на полу. Он говорит, это предание. Но если бы даже не так, наше сознание отделило бы эти апокрифы. И на нашем сознании, на престоле нашей совести остались бы именно эти четыре Евангелия. Вот это ответ. Ну, я вот, к примеру, я к Богу пришел через апокрифы. Ну, к Богу вы могли прийти, а ко Христу вы не могли прийти. К Богу можно прийти... К Христу пришел, ко Христу. Я сейчас поясняю. Варвара Великомущица, смотря на звезды, она обратилась к Богу. Но чтобы прийти ко Христу, к ней должен был переодетый под воина, под нищего прийти священник-епископ и рассказать ей. Вера от слышания. От слышания, от слышания слова Божия. Это вера во Христа. А уверовать в Бога для этого ничего не надо. Достаточно звездное небо иметь перед собой. И ты уже уверуешь. А мне проснулся интерес ко Христу через Евангелие от Ессеев. А мне жажда ко Христу открылась. Да, ну, жажда. Некоторые приходят через Рерихов, некоторые пришли там Роза Мира Андреева, я, говорит, читал. Другие там где-то у адвентистов были, у гавистов. Разные пути. Но ко Христу прийти можно только через Евангелие. А больше нигде неизвестно. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Словом Божием называется Святая Библия. Это уже определенно. Десятая глава послания к римлянам. Вот так. Я вот читал книгу «Сын человеческий» Александра Мения. И там только я вот прочитал, что Иисус Христос окажется на земле жил, а до этого разные же были, что это гипотезы якобы, что это мифы в советские времена. И вот под этим я как бы жил. А потом вот, когда уже прочитал, я понял, что действительно, окажется, жил такой человек и Бог, и человек на земле. И у него есть земной путь определенный на нашей планете. Хорошая книга. Это одна из лучших его книг. Я с Александром Мением беседовал, мы немного коснулись, он подписывался Эммануэл Светов. Я, говорит, тебе имя-то не присваивал, никакой не псевдоним. Это там, за рубежом, они, говорит, так сделали. Это хорошая книга, полезная, и через нее люди находили путь уже в церковь. Да, пожалуйста. А книга Тавита, значит, ее не желательно не считаешь? Желательно. А каноны как раз и внесли ее в канон, в эти неканонические книги. Я спрашиваю, а почему, чем отличается? Они не найдены, были в оригинале на еврейском языке. А это вообще неопределитель. Евреи многое потеряли в плену, многое, а кое-что сознательно уничтожали вместе с теми, кто писал. И об этом говорится пророк Иеремия, 306 глава. Царь языке, которому написал послание Иеремия, он сидел, зима была перед жаровней, считали куплет, он отрезал и в огонь бросал. А он потом дополнительно написал. Вот считаем первая глава, 27 стих Евангелия от Матфея. Иисус Назареем, как сказали пророки, Назареем нарещется. Златоуз говорит, нигде ни у одного пророка этого нет. А ссылки делает на Самсона. Так интересно. Ну явно, что судья это о Самсоне. О Христе там речи нет. Нету. А почему? В то время, когда писал Матфея, эти книги были. И они были уничтожены. Может слишком ясно указывал на Христа. И потом от Христа везде рисуют с волосами длинными. Везде. А ниоткуда это неизвестно. Так он Назарей. Он не был Назареем. Поселился в Назарете и Назареем наречется. Вот ты в Воронеже живешь, говорит, а кто? Да это Воронежский. А это Барнаулис. Это мы по местности называем сейчас как то Москва. Москвич. Он Назареем наречется от города. А он не был Назареем. Почему? А вот, говорит, человек, который любит пить вино, о Христе говорили, а Назарея вина не пили. И обед он никакого не держал. Это выдумка. Да что тогда? А у апостолов волосы были короткие. У всех. На всех иконах у апостолов короткие. Длины волосы стали отпускать совсем недавно. Бабий дух появился в них. Вот мы всех апостолов смотрим, пророков, все волосы короткие. Короткие. Иоанн Златоуст уже пятый век, волосы короткие. Никола чудотворец как будто под бокс постриженный. Это иконы. Больше не надо выдумывать даже. Посмотрите, иконы. А если рисуют с длинными то выдумка. Вот Иоанн Кроштадский уже с длинными волосами. Игнатий Брещанинов. Феофан Затворец. Это вот от портопопа вакуума чуть подальше тут началось. И откуда неизвестно, что у Христа были длинные волосы. А просто к месту сказать. Вот так. Чему неизвестно. Есть письмо к римскому императору в подтверждении, что оригинальное письмо и в нем описывается есть описание Христа. Нету этого оригинального. Это выдумка, Сергей. Это подделка. Нету оригинального ничего, кроме Евангелия и самое древнее относящееся к 136 году после Женства Христова в отрывок Евангелия. А все остальное, что у нас сохранилось в химическом мальчике, в химическом мальчике, на которой отпечаток с длинными волосами. Да, длинные волоса, все это они делают. Это все подделка. Ничего этого нету. Никого образа. Это кедесскому царю. Кедесскому царю. Когда он думал пойти войной на Иудеев отомстить за Христа, что не принимают. А он взял образ полотенца и отпечатал. Афгарь получил, когда царь-то. Ну и убедился так. на плащанице есть. Плащаница. На плащанице есть. Плащаница сегодня доказывает, что она даже к веку к тому не относится. Для меня она плащаница. Это даже не доказано, какая кровь. Да, это кровь. А кому она принадлежала? Почему решили, что Христу? Данных никаких нету. Датируется разница в 4 века. К 1 веку вообще ничего не относится. Ничего нету. Ничего подобного. Доказали, что она принадлежит. Доказали и тут же отреклись. Доказали. Вот один туркменский ученый, он доказал, что изменения в сроках углеводным методом, когда исследуют, возможно, дают поправку почти на 3 столетия. Почему? А он доказал, когда попадает в жаркую температуру. И оказалось, будто бы есть сведения, что плащаница попадала там, где был пожар. Там, помимо углеродного анализа, есть еще обнаружили пыльцу именно из тех мест, на которых Христа распяли. Пыльцу цветов. Я сказал, что есть. Даже католические, которые священники, другие, говорят, ничего не доказано. Доказано, что это материя, что она была соткана в Палестине. Вот это доказано. Доказано по пыльце, которая найдена между нитками. Доказано, что это была кровь. И больше ничего. И как показывает? Он вот так вот надето на него, когда Писание говорит, плат на голове отдельно свернутый. Тут еще говорит, когда Евангелие говорит, плащаницы не было ее как таковой. Она была вот у него отдельно и отдельно на голове. Это Евангелие говорит. Евангелие от Иоанна. Нам это у Сергея, наверное, там. У Сергея, да. у меня проснулись эти вулканы. Ремонт делают. Ну, я вам объясняю. Объясняю, как. Доказательств того, что относятся к первому веку никаких, тем более, что ко Христу вообще никаких, нуль. Вот как мощи Серафима Саровского. Даже тысячи долей процента нет, что это его мощи. А как? А у него поручи нашли. Поручи, которые священнические. Кому они принадлежали, никто не знает. И людям очень это надо. Особенно, говорят, иудеи требуют чудес. И вот стало на стекле отображать образ Божьей Матери. Там Украина вся собралась. Я допустим верю, что это площадица, а вы не верите. И нету такого доказательства нашей правоты. И я прав, и вы правы. Но это вера. Дело веры. Я допустим верю. Только вера. Но другому я доказывать никогда не буду. Доказательств никаких нет. чудеса сами клепали. Если четыре головы Иоанна Крестителя обретается в одной только Франции, то это чего-то стоит. Но не четыре же головы у него было. Пальцев насчитывается 36. Но не 36 у него пальцев было на руке. то есть нужны были чудеса и шли на всякие подделки. Вот нашли дом, в котором якобы жила Божья Матерь. И что? Вместе с фундаментом раскопали, в Италию перевезли. Теперь это пишут. А почему он ей принадлежал? Доказательств никаких нет. Это крестоносцы. Крестоносцы сделали. Я один раз сказал, я к этой теме не буду возвращаться. Доказательств никаких. Абсолютно. Вот допустим у нас Евангелие от Матфея. А что тот, который свиток достался, мог быть он написан рукой Матфея? Нет, конечно. Никаких нету. Но церковь признала. А вы не слышите ничего? Я просто задаю, а вы не слышите ничего? Ну, ну, давай. Так у нас выключили, что гудело. Я выключил. Да гудит опять. Так, говорите еще раз. Ну, а как быть-то, если вы не слышите, как быть-то? Ну, я слышу, но гудит. Говори, пожалуйста. Как слышать-то? Вот никто не услышит. Говори, Сергей. Сергей, пожалуйста, говори. Да я все говорите, Игнать Ильич. Я-то с Богом припеку. Он Евгений пусть говорит. Я-то в общем-то уже все вопросы задал. Последний вопрос у меня про братство. Были же сестричества создавались, христианские общины, сестричества. А вот братство, они вот с какой целью создавались, братство, и как они функционируют, для чего они вообще создавались, с какой целью? Мы ни о каких братствах в Евангелии, в Библии не считаем. Об этом нет даже намека. Братство наше во Христе. Мы все уверовали, единое братство. Но потом стали выделять такие люди, которые действительно оторваны от житейских дел, легко их призвать на какое-то дело, или сестричество. Ну, кому обращаться? Они записались, кружок составили, нам нужно идти к больным. Куда? В больницу сегодня объявили. Там авария такая после Беслана и там необходимо сто сестер. А они мгновенно позвонили, они сразу пошли. Записавшись туда, они себя подвергли вот таким звонкам, которые не всегда совпадают с нашими домашними делами. Это неплохое дело. Ну, не так, что братство и теперь только дали сигнал, за оружие пошли. Выродиться куда? Наше братство во Христе. Поэтому все монашеские обеты, которые они дают, считают, за второе крещение, это выдумка. И выдумка далеко не христианская. Высшее обещание служить Богу доброй совести, о чем апостол Петр говорит в первое послание третья глава, ничего выше не может быть. Да, это крещение, я не знал, то есть начинает накручивать. А потом схему принимает опять то же, что принимал монашество, тоже вроде недействительное. Это игра. не приняв Христа, они десятки раз теперь обещания дают разное. Я немножко коснусь от того, что какие есть реликвии и как за ними гоняются. И вот на Украине эта комсомольская правда писала. А почему она слышится-то? Чтобы не слышно было его. Один священник, а вся Украина прям сбилась туда, у этого стекла Божья Матери. Ну, отобразилась, ну еще из этого. Но отображается только в ночное время. Приехал священник один там с восточной части или как, и он стал рассматривать, откуда источник света идет. И оказалось, что рядом стадион, и там эти большие фонари светят и попадают на одно изображение такое, а оно даже никакого отношения к иконе не имеет. А оно сюда отображается. И он тогда взял большое покрывало и решил этот свет перекрыть подальше к стене лестницы. И изображение иконы на стекле исчезло. Они его сверху чуть не убили, скинули. Люди привыкли к чуду. Они с ним не хотят расстаться. Они уже привыкли к этому. Вот и все. А иудеи требуют чудес. Нам не надо этого. Вот о чем мы сейчас говорим ни один святой отец ни о плащаницах ни о чем не упоминает. Этого нету нигде. Зачем мне быть умнее их? Это все появляется тогда, когда не стало вера. И стали гоняться за чудесами. Ну я узнал плащаница. Она там под потолком у них хранится. Я зайду посмотрю. Но внутри то я себя знаю. Доказательств никаких нет. Мне это и не надо. И не надо. Тогда зналищие мощи. А сегодня нам сказали мы в это верим. Что у меня отец Тихон это легко доказать. Я очень похож на него. У меня волосы так же вились как у отца. А что я сын моей матери Марии доказательств никаких у меня нет. Никаких. Мне сказали я так верю. Вот у меня один близкий человек и он родился ну не многодетная семья но семь ребятишек. Но ни на одного из них не похожий. Но она родила всех дома а его родила в больнице. Ну говорят подкидыш но он то растет пацан хороший такой но ни на кого не похож ни на дальних ни на близких родственников ни по какой линии. Ну и теперь мы задаем вопрос отцу он близкий нам человек то если бы сейчас обнаружилось бывает иногда детьми меняются когда узнают и сестры мне туда бирку повесили он говорит я бы его уже не отдал все равно я так привык он такой хороший ну а твой это сын ну че там в хороших руках пусть воспитывается я буду знать что он в хороших руках или обоих забрал обоих бы я забрал но этого уже не отдам то есть надо смотреть на это реально если бы я не был погружен в весь священное писание я верил бы всему что сегодня преподается как дается как истина я занялся посмотрел неканоническими книгами они приняты на соборах все кроме третьей книги ездоры все этого четвертый век и дальше это все в книге правил и мне нельзя их не принять на эти книги ссылается и цитирует их Василий Великий Ян Затаус Григорий Богослов Ефрем Сирин не надо умничать это книги не канонические их не нашли в оригинале на еврейском языке но книга Сирах уже найдена как говорят и 13-14 глава книги пророка Даниила тоже найдены но внести им в канон их уже не внесут а согласно критериям по которым определяли канон они уже входят в категорию канонических а можно евгений вопрос задам а говорить он со мной не сидит рядом вы его нашли сегодня сейчас это самое он а этот он гудел или нет пока мы не разговаривали то нет нет не гудел ему может деньги платят в КГБ или где-нибудь скорее всего Жень скажи мне пожалуйста ты вот рассказывал о своем опыте где-то был ты в церкви в какой-то вот что и так называлась эта церковь новоапостольская а где она была в каком городе у нас а это не я просто вот Александр он там ждет сидит тоже на проводе ждет очереди вот тоже же он это самый обращенный тоже через какую-то апостоль новоапостольскую что ли в Киеве церковь по-моему новоапостольская по-моему да Женя новоапостольская это уже название само противоречит Евангелию может быть только древнеапостольская а новоапостолам нет у апостолов не было материалов не поступало само название обещает их оно не может быть если бы было древнеапостольская они бы были прямо в церкви само название обещает теперь-то я да я все это понял я это все понимаю Да. И вот хотел еще один вопрос задать. Это насчет паломнических поездок в православных. Многие православные ездят в паломнические поездки. Я сам тоже ездил раньше. Часто даже бывало ездил. Но немножко у меня изменился, конечно, к этому подход. Там как-то больше коммерция, что ли. Такой туристический тур получается. Надо ли этим вот именно так, в таком плане, заниматься? Женя, не надо. Это поповский бредник, выдумка. Единственная польза для лесополос удобрения. Больше ничего нет. В лесополосах большое удобрение остается после этих походов. Ничего не надо. Теперь обращают. Я ходила там жениха, нашла бизнесмен. Но она не говорит, что она у него 15-я жена и уже готовится. Давно развелись. Вот этот человек, который гудит, меня потом Сергей познакомит. Когда треск не слышно, Игнатий Тихонович. Когда треск идет, вас не слышно? Ну я повторяю еще раз. Когда я приеду к Сергею, он меня пускай познакомит с этим, который жужжит-то там. И он, видимо, как раньше глушители были, голос Америки, там свобода и глушители. Через них надо было слушать. Крестные ходы не ходите. Это обман. Вы эти ноги свои направьте на благовестие. Господь посылает под подвое. Подвое. Но не толпа. Нас шло 150 тысяч. И они там шли. Зачем шли? Куда шли? А мы шли когда? А когда по степи растянулись, так летел вертолет, так остановился и сел. И спрашивают. Вот в Сибири, а что такое? Им было надо сказать, что Китай по Уралу все отхватил, мы теперь беженцы пошли. Надо было ответить-то, я говорю, как-то наподобие этого. Ну солгать-то нельзя. Куда идут люди? Зачем идут? Кто их гонит? Что так жалобно поют? По неволе вспомнишь Пушкина. Зачем идти? Куда? А вот у меня вера стала больше. В ногах веры больше стало. Да за то время ты бы Евангелие просчитал. Это положительная сторона. Все-таки это показывает силу сплоченности людей. Сколько людей находится в одном русле. Да, в одном русле. Так куда это русло течет? Вот сплоченность какая-то. А теперь кончился крестный ход. Они вас не слышат. Крестный ход кончился. И что, наша сплоченность кончилась? Да какая сплоченность-то, когда разделенно на километры тянутся? Ну все, это выдумка. Это выдумка, это по-пам доходу. Женя правильно сказал. В это время там сувениры продают, что угодно идут. И собираются там это покупки дополнительно, как в горы куда-то. У меня был такой... Американцы зато боятся. В общем так, я не встретил ни одного евангельского христианина, который по Евангелию, чтобы он ходил в поход. Пока не встретил. Даже если имел веру настоящую, он ее потеряет. Я в одного человека так многое вложил. И он редактор газеты церковной. Пошел туда, скажи, как мозги ему сбекренил кто. А вот мы шли, мы остановились, мы ночевали, нас приняли. Какое отношение это имеет к словам Христа? Вы обопритесь на слово Евангелие, во свете Библии. Это языческое шатание. Язычники ходят к мавзолеям, едут там, где Колизей. И там, говорят, они ночью всегда два самосвала камушков сваливают. А днем туристы, которые идут туда, разбирают все, путешественники. Ночью опять два самосвала сваливают. А они, говорят, это древние оттуда. Они из каменолом не привозят. Та же самая Петрушка и здесь. А мы пришли туда, потом мы исповедались, причастились. Что исповедается, когда твой священник-духовник там находится? Все выдуманное. Но это уже сделано. И повернуть назад не повернуть. Единственное, только советская власть могла это прекратить. Вот там канавка, Божья Матерь у Серафима не перейдет, и Антихрист. Ой-ой-ой. Перед Антихристом пророки будут убитые. Еноха или я. Перед ним весь мир поклонится, а то бы он не перешел канавку. А теперь там атомный реактор установили. Это была запретная зона, запретный город. И Антихрист там царствовал все годы. Даже нет слова, кроме одного, что выдумки поповские. Бредни пьяных старух. Ни крестных ходов, ничего не надо. Бог сказал, исследуйте Писание. Писанием называется только Библия. Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. Не через крестные ходы, не через мирнощивые иконы, через это. А они, Писание, свидетельствуют о мне. А там свидетельства об иконе, чудотворении, какое в каком году. То целая история намотана. Я уже не хотел говорить об этом, но вопрос задали. От этого нужно пятиться, пятиться и отходить навсегда. Я никогда против крестных ходов не говорил. А соборная молитва? Соборная молитва дома и должна быть. Идти-то зачем тысячи километров-то? У нас в храме каждый день соборная молитва. Весь мир. Обидел патриарх молиться. Мы все молимся. Мне сегодня один написал, там видимо, что я с патриархом была. Это Сергей Дудин с Санкт-Петербурга. Вот я уже с Сергеем сколько раз встречаюсь, и тот мужик все сверлит и сверлит, и просверлить не может дырку. Он одну дырку сверлит уже, как я только, наверное, познакомился. Полгода. Полгода сверлит. Это сатана. Сатана. Рог туда затолкал и крутит. И мы даже так и понимаем. Мне это тоже знакомо. У нас сосед переехал на пятом этаже, я на четвертом живу. И там он, наверное, полгода делал ремонт. А сейчас уже поменьше. Изредка начал сверлить вот так вот уже. Ну, редко. А раньше вот каждый день. Ну, понимаю это тоже. Ну, это в то время, когда мы разговариваем. А что на вратаря мажоржает? Ему надо заглушить. Вы не слышите, он добивается чего-то. Ну, маленько подлиннее будет ролик наш. Так, Женя, нет вопросов? Так, сейчас, по-моему, да. Все, Женя, все, расстаемся давай. Сергей, устанавливай другую встречу. Мы прерываем связь. Все, ладно, все. Все, отходите. Спасибо. Слава Христу. Выключайтесь. Потом по-новой Сергею подцепляй там, кто там есть. Ирина Тихович, все, он ждет. Перерыв не будем делать, да? Что делать? Он говорит, перерыв делать будем? Я думаю, перерыв сделать надо. Это отдельно совсем. Что, мне... Перерыв идет, а перепурить не хотите? Что? Отдохнуть вы, говорит, не хотите? Я нет, конечно. Кого? Я только зашел. Мне прерывать нет. Нет, мы прерывай сейчас, прерывай. Это новый ролик будет.